За последние несколько месяцев на полигоне в Дубровичах была проведена большая работа. Было установлено множество мишеней, притом выстроенных так, чтобы максимально приблизить обстановку к боевой. Также важно было обеспечить и защиту для зрителей. Все это было создано для того, чтобы провести состязание под названием «Авиадартс». 2 июня закончился всероссийский этап конкурса. Поздравляю вас с успешным завершением всероссийского конкурса летных экипажей «Авиадартс-2018». Все время проведения конкурса пилоты показывали свое мастерство и активно боролись за право быть первыми. Как отметили командующие дальней авиации, соревнования прошли с соблюдением всех правил безопасности. В минувшие выходные были награждены лучшие из лучших победителей в семи разных номинациях на конкурсе. Они состязались в навигации и разведке, а также технике пилотирования и боевых применений по целям. Притом в этом году программа претерпела несколько изменений. В самой программе мы добавили количество полетов на боевых применений. Этим мы достигли большей объективности в результатах. Второе, есть такой элемент тактическая задача, где мы проверяем готовность отдельных армий, объединений, выполнение задач по предназначению. Мы проверяем органы управления и проверяем именно готовность групп тактического назначения по выполнению своих задач. Как отметил командующий дальней авиации Сергей Кобылаш, в скором времени программа конкурса также может измениться. В будущем будем наращивать и обстановку, элементы, более, ее, скажем так, делать более незнакомой, для того, чтобы летчики могли не только показывать свои высокие профессиональные качества в воздухе, но, имея высокий теоретический уровень, решать эти тактические задачи и выполнять их с хорошим качеством. Экипаж из Твери занял первое место в номинации военно-транспортной авиации. В номинации «Дальняя авиация» победил гарнизон «Шайковка». Штурман вертолета Ми-8 получил приз губернатора Рязанской области. Лучшие экипажи будут отстаивать честь страны на международном этапе соревнований «Авиадарц». В августе этого года в Рязанской области пройдет уже международный конкурс «Авиадарц-2018». Для нас это большая честь. Со своей стороны региональное правительство сделает все необходимое, чтобы эти состязания прошли на достойном организационном уровне. Я желаю победителям и всем участникам соревнований дальнейших успехов в освоении военного дела, совершенствовании профессионального мастерства. В день закрытия конкурса зрители стали свидетелями интересного авиашоу. На истребителях МиГ-29 в составе шести самолетов экипажи авиационной группы «Стрижи» показали комплекс фигур высшего пилотажа. Летчики авиагруппы «Беркуды» отработали программу с множеством перестроений в составе звена из четырех вертолетов Ми-28Н. «Соколы России» продемонстрировали элементы группового пилотажа и ближнего воздушного боя.